Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об очень интересном препарате. Мы будем разговаривать о тестостероне. А если быть точным, о тестостероне цепианате. Тестостерон цепианат это длинная форма инъекционного тестостерона. И прежде чем мы продолжим обсуждать тестостерон цепианат, вы спросите меня, но, Сергей, зачем же мне, обычному человеку, знать, что такое тестостерон цепианат? И, дорогие друзья, вот этот стереотип, отложившийся в голове, что тестостерон нужен качкам, а тестостерон цепианат, конечно же, безусловно нужен качкам, потому что без него они мышечную массу просто не смогут набирать. Это база, это основа. Ну, наверное, ни один качок не даст мне соврать, что без тестостерона никакого курса другого быть не может. Это самое-самое главное. И если в вашем курсе не присутствует, ну, если уж не цепианат, то какая-то короткая форма тестостерона, да, более, то это какой-то очень экзотический курс, потому что основа всегда тестостерон. Почему тестостерон? Потому что он максимально физиологичен, приближен к той форме тестостерона, которая находится у вас непосредственно в крови. Для чего же использовать этот самый тестостерон обычному человеку, скажете вы? Ну, во-первых, никто об этом не говорит, но тестостерон психологически активен. И психологически активен он в том смысле, что, конечно, если у вас социопатия, вы станете, наверное, оконченным социопатом. Если будете принимать тестостерон с другой стороны. Если у вас тревожное расстройство, если у вас депрессивное расстройство. Во-первых, очень часто подобные расстройства наступают как раз-таки при низком собственном тестостероне. Во-вторых, дозировки, даже чуть выше физиологических, способны вытащить вас из этого тяжелого психиатрического состояния. В-третьих, зачем еще человеку, соответственно, тестостерон, в нашем случае цепианат, обычному человеку, я уж не говорю про качка, для качка это просто хлеб. Обычному человеку такой вид тестостерона может помочь снизить критические значения сахара при диабете второго типа. А я напомню, что глюкоза при диабете второго типа бывает, например, и 19. И бывает, люди ходят, плюс-минус она у них доскакивает, дорастает до 20, потом падает, и не могут ее как-то стабилизировать. А бывает, в поликлинике номер один какого-нибудь там заколхозного района назначают инсулин, чтобы купировать эту глюкозу. Я вот вам скажу, что купировать глюкозу, тестостерон, грамотно купировать, сейчас выпуск не о том, как это делать, конечно, не одним там препаратом это все делается, также и последствия инсулина, между прочим, введения надо пролечивать. Соответственно, купировать тестостероном высокую глюкозу гораздо безопаснее и меньше последствий придется пролечивать. Это не значит, что их совсем нет, чем купирование глюкозы инсулином. То есть, тестостероном, даже высокими дозировками тестостерона, гораздо проще с этим справиться, как и у мужчин, так и у женщин. И в отличие от многих моих коллег, я хочу разрушить этот гендерный стереотип. Есть множество показаний других, при которых возможно применение тестостерона цепианата и у мальчиков, и у девочек. Это у качков как-то вообще препараты тестостерона разделились, и кто-то решил, что вот девочкам можно. Только там особые какие-то виды, там вот станозолол любят девочкам назначать тренера, вот только станозолол, кушай стан, кушай стан. Хотя у него много последствий для суставов. Дорогие друзья, нет женских или мужских форм тестостерона. Есть грамотное и неграмотное назначение, потому что все подбирается индивидуально, исходя из анамнеза пациента. Вот, поэтому тестостерон цепианат, так как это самая изученная на минуточку форма тестостерона, может назначаться и мальчикам, и девочкам. Конечно, в разных тезировках, конечно, с разным, сразу же никакого-то там ПКТ условного ждать, а сразу пролечивать его, все побочные эффекты изменять. И так плавно мы подошли к побочным эффектам тестостерона цепианата. Итак, дорогие друзья, побочный эффект тестостерона цепианата, их достаточно немного, они не так сильно выражены, как у других форм тестостерона. Я думаю, что пишите в комментариях, если вам будет интересно. мы с вами обсудим другие формы тестостерона, а так, как вы у меня все очень любите психологию, мы обсудим влияние и на психику человека, и это очень-очень интересно, дорогие друзья. Фактически, как я говорил, вы можете превратиться в нового человека, большей части с позитивной точки зрения. А побочный эффект тестостерона, это пресловутый рост эстрогенов, которые боятся все качки, перебарщивают, как правило, с антиэстрогенами, и на этом фоне, за счет снижения сильно эстрогенов, у них сыпятся кости, поэтому, если вы используете ингибиторы ароматазы, ешьте их, ну, в каких-то адекватных дозировках, а лучше советуйтесь с врачом. Это, конечно же, рост липопротеидов низкой плотности, плохого холестерина. Он начнется у вас сразу, как только вы, соответственно, бахнетесь тестостероном, и пройдет недельки три, и он у вас заработает в крови. Поэтому, как и все виды тестостерона, пока вы принимаете тестостерон, вы боретесь с его, соответственно, побочным эффектом в виде дополнительных эстрогенов, и вы боретесь с его побочным эффектом в виде репопротеидов низкой плотности, репопротеидов низкой плотности. Значит, реология крови, дорогие друзья, будет тоже меняться. Ну, реология крови, это целый отдельный выпуск, про это нужно сделать, но не стоит так воспринимать, есть такой универсальный совет, а кушай-ка ты кроворажижающий, вы так кроворажижающие можете до летального исхода докушать, и если вы их не будете кушать совсем, вреда будет меньше, чем вы будете кушать наугад кроворажижающие. А что делается? Делается очень просто. Делается каулограмма анализ, и путем того, что анализ каулограмма позволяет нам смотреть на вашу реологию крови, мы, соответственно, понимаем, как бороться, например, с лишним вашим давлением, которое возникло в результате нарушения этой пресловутой реологии крови. Дорогие друзья, безусловно, соответственно, принятие тестостерона занятие творческое интересное, но без назначения врача, ну, соответственно, такое себе мероприятие. Если вы купите тестостерон цепианат у сомнительного продавца, то эффекта может совсем не быть, или будут вам что-нибудь просто на попе вырезать, потому что масло окажется грязным. В аптеке тоже затруднительно его купить, потому что пользуясь современными медицинскими стандартами, я не могу вам официально назначить тестостерона цепиана, поэтому надо использовать проверенных продавцов, внимательно изучать данные в интернете, и может быть вам кто-нибудь порекомендует соответственно проверенного продавца, какой-нибудь проверенный человек со знаниями, это важно. И что еще в заключении хотелось бы сказать, использование любой формы тестостерона, это важно, подразумевает под собой лечение побочек здесь сейчас, в режиме онлайн, они появляются, допустим, при тестостероне, цепианате, появляется побочка альфа-редуктаза, режет его на дигидротестостерон, и вы в режиме онлайн это дело лечите. Конечно, мы можем поговорить об этом более подробно о всех этих вещах, но, увы, тайминг, дорогие друзья, пишите мне внизу ваши комментарии, я желаю вам здоровья и желаю вам тестостерона. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Кравцев Сергей. Субтитры сделал DimaTorzok